Сегодня неожиданно посетили меня друзья, достаточно спонтанно. И хочется сказать, что нет ничего лучше, чем спонтанный визит друзей, когда ты переехал в другой город. Мы приехали на море, но я здесь уже снимала. Это как раз то место, где река впадает, море и где вот находится вот эта башня. Видно башню? Видно. Но очень интересно тоже, мои друзья, они меня спросили, а здесь купаются? А здесь как-то не купаются почему-то. И вот у меня такой вопрос. Вот смотрите, вот так выглядит пляж. Он как бы песчаный, частично-частично галечный. Ну, в общем, что вода намоется, то и есть. Но вот пляж как пляж. Чисто. Больших камней нет. Вода нормальная. Почему здесь не купаются? Я вот заметила, что англичане, они больше склонны купаться вот в таких городах, где... Ну, вот курортные именно города, где всякие развлечения. Там на берегу фишн-чипс, аттракционы, там всякое такое вот именно. Все для курортного отдыха. А вот на таких вот диких пляжах, как бы, чтобы кто-то пришел и купался. Хотя я думаю, что здесь вода может быть даже чище. Я ни разу не видела. Вот это для меня парадокс. И поскольку никто не купается, ты как-то думаешь, наверное, здесь как-то нехорошо купаться. Хотя, мне кажется, что здесь самое-самое то. Для нас, русских людей, которые купаются в реках и в озерах, мне кажется, самое отличное место. Пришел, купнулся, полежал и пошел. И никакого тебе шума, никакой суеты. И, может быть, они не купаются, потому что здесь спасателей нет. Никто не следит. Вроде бы считается, что это не купальное место. Но, в общем, непонятно для меня. Вот в Англии очень любят организованное купание. Массово организованное купание и бассейны. Вот такие места на море как-то нет. Вот, смотрите, здесь еще вдоль моря поля для гольфа. Такое английское развлечение. Очень много здесь в Англии полей для гольфа. Английское развлечение. Аристократическое. Не знаю, мне кажется, дорого стоит вот это удовольствие. Ну, там нужно все вот это вот купить для гольфа. И еще членство в клубе, да, наверное, купить, чтобы на этих полях заниматься. Вот мои друзья говорят, что это там все в колясках детей катают по полю. Говорю, это не детей, это гольфисты тут катаются по полю вдоль моря. По поводу купания. Хотела сказать, что тайна Золотого Ключика раскрыта. Здесь просто речка впадает в море и получается очень сильное течение. И купаться здесь небезопасно. Но вопрос остается открытым. Вопрос остается открытым, почему там, где нет сильного течения, никто не компается. Все предпочитают массовые развлекательные пляжи. Так, вот смотрите, еще одна башня. В одном из прошлых видео я снимала башню, в которой находится дом. Вот она находится там. Вот здесь вот поле для гольфа. И здесь следующая башня. И эта башня уже нежилая, там ничего нет. Видно даже до... Ну, трава там на крыше растет, она такого заброшенного вида. Так что вот, если кто-то откликнулся на мое видео, что не против было бы жить в башне, если вдруг у вас есть необходимая сумма денег, то, пожалуйста, вакантно можно приобрести. И вот, пожалуйста, вот море. Полная красота. С одной стороны морем пахнет, с другой стороны степью. Потому что здесь всякие травы, муравы растут. Прекрасный это щелистник, укроп. Полная красота. В общем, смотрите, башня в каком состоянии. Написано, близко не подходите. Обваливается отделка. Так что, если вы решите купить, то тут еще надо немножко вложиться, чтобы подчинить ее. Помимо остального. О, классно. Французский флаг. Что это значит? Французская лодка, что ли? Приплыла к нам. Что хотелось сегодня еще показать. Вот такие штуки. В общем, всем известно, что британцы не познали радости чая с лимоном. Здесь не принято чай с лимоном пить, пьют чай с молоком. Но лимоны британцы любят использовать по-другому. Тоже с чайком, но только в виде каких-то там вкусняшек, ковришек и прочее-прочее. И вот в Британии очень распространено вот такое вот. Называется Lemon Curd. Ну, то есть, по сути, это лимонный крем. И если вы его откроете, то там будет обычный крем. Его делают из лимонного сока. Там яиц, сахара. Ну, в данный вот этот вот конкретно тоже еще с маслом. Иногда там разные рецепты бывают. Но в основном, в общем, главные яйца, сахар, лимоны. Да, ну, разные-разные. Здесь еще масло. Иногда бывает Lime Curd тоже. И едят его, ну, как альтернатива джему. Ну, то есть, можно на круассан намазать, можно какие-то тарталетки наполнить. Вот к чаю подают очень-очень популярно. Значит, вот чисто английское Lemon Curd. Если вы в Англии, не пропустите, попробуйте. Ну, просто даже ради интереса. Я не знаю, может быть, в других странах это тоже есть. Но я вот только когда в Англию приехала, попробовала. Вот. Но, что интересно. Мы недавно ездили тоже гулять. Значит, во Флатфорд. Это объект, который охраняется National Trust. И вот это National Trust, это организация, которая тоже в ней есть много сувенирных магазинов. И наша подружка решила нас побаловать, купила нам Sour Cherry Curd. То есть, это вишневый крем. И это первый раз, когда я увидела, ну, что это не из лимона делают, а из каких-то других фруктов. Там, на самом деле, были еще другие варианты, по-моему, из смородины. Из черной смородины. Black Curren Curd. Ну, в общем, я как-то так немножко скептически к этому отнеслась, потому что я так подумала. Ну, 3,50, во-первых, за банку. Да. И когда продают в сувенирных магазинах какие-то джемы и варенья, я всегда думаю, что это просто маркетинговый ход. С Генри Восьмым, например, там, да, и красивая упаковка. Вот, а на самом деле там ерунда какая-то. Но это оказалось обалденно вкусно. Вот, вообще не хуже. Поэтому, в общем, если вы приехали в Великобританию, обязательно попробуйте Lemon Curd. Но если вы будете тоже ездить по всяким историческим объектам, где продаются сувениры, вот, типа National Trust, да, то не пропустите и попробуйте тоже другие фруктовые крема. И если вы живете в Англии, то, в принципе, у них тоже есть сайт, онлайн-магазин, можно заказать тоже, ну, по интернету, побаловать себя. Вот такая сегодня рекомендация.